День дельта Давай за вас, учись, брат, до конца Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на ком без факт стоял Следующая наша тема Электрические цепи переменного тока Электрические цепи переменного тока Ну и первый вопрос Общие соображения и определения Мы с вами будем изучать только линейные цепи переменного тока Это такие электрические цепи В которые входят Резисторы На которых падение напряжения Равно произведению Сопротивление на силу тока Внимание, в отличие от того, что было раньше Теперь напряжение и ток Могут быть функциями Конденсаторы На которых заряд Равен произведению емкости на напряжение Извините Слушаю Опять какая-то девушка Которая училась в плохом вузе Не может заработать себе На жизнь иначе Чем рассказать, как другие могут разбогатеть Сама она не может разбогатеть Она другим объясняет, как разбогатеть За это получает Некоторые копеечки Если это равенство продифференцировать по времени То мы получим, что ток На конденсаторе Равен произведению емкости На скорость изменения напряжения Катушка Давайте для начала Предположим, что В нее включено маленькое сопротивление Потом будем рассматривать идеальные катушки У которых сопротивление 0 А если захочется учесть сопротивление проводов Просто нарисуем его Как настоящее сопротивление Но пока, чтобы легче было написать Выражение для катушки Давайте На секунду включим маленькое сопротивление Тогда Участок цепи будет активный И сила тока Будет равна Падению напряжения Плюс ЭДС Делить на сопротивление Но ЭДС на катушке Это ЭДС самой индукции Минус L На скорость изменения тока И делить на сопротивление Отсюда сразу же следует Что произведение силы тока на катушке На ее сопротивление Равно падению напряжения Минус L На скорость изменения тока Если теперь Мы будем рассматривать Идеальную катушку с нулевым сопротивлением То это слагаемое Обращается в ноль И Мы получаем Что падение напряжения на идеальной катушке Равняется Равняется Плюс L ДИ По ДТ Пожалуйста не путайте Вы катушку можете рассматривать двояко Вы можете ее рассматривать Как источник ЭДС Тогда ЭДС катушки Будет минус L ДИ По ДТ А можете рассматривать Если очень захотите Не как активный элемент А как пассивный элемент цепи На котором падение напряжения Плюс L ДИ По ДТ Может быть Я считаю Что лучше не рассматривать катушку Как пассивный элемент цепи А просто говорить Что у нее ЭДС Такое Но вот электротехники Они любят считать Что источники ЭДС Только генераторы У которых можно крутить ручки Когда можно что-то менять И они предпочитают Катушки считать Пассивными элементами Но тогда падение напряжения На катушке вот так Наконец есть еще один элемент Он называется трансформатор Это одна катушка С числом витков Н1 И вторая катушка С числом витков Н2 Если у нас имеется Идеальный трансформатор То катушки не имеют сопротивления И все бессильные линии магнитного поля Пронизывающие одну катушку Пронизывают вторую катушку Конечно это неправда Конечно всегда Сколько-то линий Б Из одной катушки в другую не попадают Чтобы они лучше попадали Катушки наматывают на феромагнитный материал А в феромагнетике Линии поля Б Почти не выходят наружу Обычно трансформатор делают Следующим образом Берут из железа Или какого-нибудь феромагнетика Вот такую штуку с дыркой внутри Это называется Ермо трансформатора Слово какое-то такое Ермо Вот Владимир Ильич Ленин Когда-то писал И ермо деспотизма И царизма Окруженная солдатскими штыками Разлетится в прах Оказывается ермо бывает Не только деспотизма И капитализма Но еще у трансформатора Тоже бывает ермо И вот сюда Навита одна катушка А сюда навита другая катушка И вот если Это феромагнетик То почти все линии Магнитного поля Остаются внутри Этого материала И поэтому Поток Сколько линий здесь идет Через течение феромагнетика Столько и здесь проходит Тогда полный поток Через эту катушку F1 Это поток Который пронизывает Один виток На число витков В первой катушке А полный поток Который пронизывает Вторую катушку F2 Это какой поток Пронизывает Один виток На число витков У второй катушки Если у нас Все линии Не выходят Из ерма То F с ноликом И здесь И здесь Одно и то же Ну теперь понятно Что если Магнитное поле В ерме Меняется То тогда Возникает ЭДС В одной и в другой Катушке Ну тогда понятно Что ЭДС В одной катушке Будет равняться По закону Фарадея Минус Скорость изменения Потока В одной катушке По ДТ Или Оно будет равняться Не поместилось Числу витков В одной катушке На скорость изменения Магнитного потока Пронизывающего Ермо А ЭДС Во второй катушке Будет равняться Минус Скорости изменения Магнитного потока Через все витки Второй катушки И это будет равняться Минус Забыл Минус Число витков Во второй катушке На скорость изменения Магнитного потока Пронизывающего Площадь течения Герма Ну отсюда понятно Что В таком случае ЭДС Здесь И ЭДС Здесь Будут относиться Друг к другу Как число витков Как число витков Но поскольку мы договорились Что если элемент катушки Рассматривать Как пассивный элемент То ЭДС С точностью до знака Это напряжение Поэтому Давайте напишем Приблизительно Потому что мы с вами Рассмотрели Очень идеальный Трансформатор На самом деле Как-нибудь расскажу вам По настоящему Трансформатор Там все гораздо хитрее Там напряжение Всегда по модулю Меньше чем ЭДС Трансформатор Интересная штука Если вы сюда Наматываете Одно число витков А сюда другое То сюда подаете Одно напряжение А здесь Отношение На 1 к N2 Напряжение больше На этот счет есть Вернее был В эпоху застой Сейчас ничего этого нет Хороший анекдот Детей Спрашивают А у кого Кто папа Кем работает Ну там кто-то говорит Кто-то А Вовочка говорит А у меня папа Работает трансформатор Это как А на работе Он получает 220 А домой приносит 127 А остальное гудит Трансформаторы Они гудят Знаете почему Если меняется ток То меняется Магнитный поток И сердечник Перемагничивается То в одну сторону То в другую При этом он начинает Вибрировать И начинает гудеть Поскольку толкает Воздух Все на сегодня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому